Сегодня вы заново узнаете о лекарстве, которое наши предки использовали, что называется, по полной программе. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и просто зрители канала Процветок. Сегодня я предстану перед вами в более близком моей профессии, моей душе, ну и знаниям, как я надеюсь, амплуа. Мы поговорим о биологии здоровья. В данном случае о здоровье человека. Когда вопрос в принципе касается разницы в подходе к здоровью у медиков и у биологов, я лично шучу, что биологи изучают здоровое, то есть то, как организм работает, а медики то, как он не работает, то есть болезнь. И поэтому я всегда был сторонником совместной работы и сотрудничества медицины и биологии, постоянного присутствия ученых-биологов в медицине государства. А то ведь иногда случается так, что человека просто начинают бездумно залечивать, а не лечить. Ну это мы опустим. А более конкретно, меня попросили просто и понятно рассказать о льняном семени. Тот самый лен нежный и красивый, можно сказать, национальный наш белорусский символ красоты и его голубой цветочек. А чтобы споров и сомнений было меньше, тема-то какая, я буду говорить только о научно обоснованных данных со ссылками на научные, медицинские и биологические статьи и журналы. Неразвлекательные. Для начала я должен сделать небольшое вступление, некое пояснение, для кого же эта информация. Для этого поделим всех зрителей на три группы. Итак, все зрители делятся на три группы. Первая, это те, кому эта информация в принципе не нужна. Это здоровые люди, а значит счастливые. Они никогда не болеют или почти никогда не болеют, потому что им некогда болеть. Вот говоря сразу вот об этом, я вспомнил свое детство, деревню, колхоз, трактористы, комбайнеры, которые с утра до вечера пахивают, потом еще после работы у себя на хозяйстве. Им некогда болеть. Я вспоминаю фермеров, я вспоминаю поливоды, старушки, которые работали всю жизнь в полусгибе от рассвета и до заката. И им говорить о здоровом питании не нужно. Я вспоминаю настоящее время, вспомните, доставщики различных гипермаркетов, они сумки по 10 килограмм, 4 сумки на пятый этаж без лифта могут дотянуть и потом в этот мороз спускаются вспотевшие, садятся в остывший автомобиль и двигаются по другому адресу. Вот для них о здоровом питании говорить не нужно. Это люди, которые впахивают с утра и до вечера. Такие люди должны только посмеяться, когда им говорят о здоровом питании. Их метаболизм и иммунная система как топка перерабатывает все. И майонез на шаурме, и пальмовое масло, и потенциально раковые клетки, коих тысячи у нас каждый день образуются. О них мы забудем. Вторая группа – это больные по-настоящему. Ну, я напишу, несчастные люди. Люди, которые являются, к сожалению, пациентами врачей. И уже никуда не денешься, если допустили болезнь. То, скорее всего, меня они уже не послушают. Им важнее лечиться. Конечно, есть шанс, что они соберут всю волю в кулак. Перестанут верить, зачастую непрофессионалам. И перейдут вот в эту группу. Как по мне, это единственный пока у нас шанс стать здоровыми. Постоянное движение и постоянные физические нагрузки. Залог здоровья, между прочим. Я это вам говорю как биолог. Так задумала эволюция. Абсолютно все наши органы и системы, миллионы лет, еще до обезьяны даже, формировались только в жестких условиях нагрузки и движения. И даже спорить не буду ни с кем. Будет желание, я вам объясню в другом видео. Вы, главное, спрашивайте, интересуйтесь, что вас беспокоит в данный момент. Какие темы. А теперь переходим к основной, самой большой группе. Это люди, которые пока еще не болеют. Или болеют не сильно. Они думают, скорее всего, что заботятся о своем здоровье. Их здоровье, скорее всего, просто пока держится на том, что передали мама с папой своими генами. И эти люди, если они еще не учатся, конечно, на биологическом факультете, часто уверены, что можно быть здоровым только кушая определенную еду. Допустим, быть вегетарианцем. Покупать, что называется, именно здоровую еду в определенных местах. Или пить определенные напитки или бутилированную воду. Дышать нужно только определенным свежим воздухом. Пить таблеточки регулярно с витаминчиками. И обязательно глотать что-то с антиоксидантами. Омега ненасыщенными кислотами, жирными и прочими минералами. Это была шутка. А также точно знают, в каком йогурте больше пре и пробиотиков. Вот для этого большинства будет эта информация. Конечно же, человек, который включит в свой рацион семена льна, явно выиграет у того, кто их не принимает. Ох, и начитался я уже информации о том, что известно на данный момент об этом чудесном продукте. Посмотрите, он даже приятен на ощупь. Эти семена, они как будто родились для того, чтобы их употреблять. Сразу скажу, что исследования по влиянию семян льна на человека, как в принципе и влияние любого пищевого продукта, идут двумя путями. Прямым путем, когда берут группы людей, одна употребляет семена, другая нет. Ну или употребляет плацебо. Допустим, первая группа ест печеньки с семенами льна, а вторые с добавлением отрубей или орехов. Есть и непрямые исследования, когда выясняется влияние на человека какого-то ингредиента, который есть в составе льна. Ну, допустим, вот оболочка семян льна – это клетчатка. Ну, понятно, что она благотворно влияет на пищеварение. Естественно, раз в семенах льна ее до половины по весу, то это уже будет очень хороший биологически активный компонент к пище. А ведь там есть еще часть нерастворимой клетчатки. А в совокупности это уже что? Нормализация микрофлоры. Ну, тут стоит оговориться. Сразу скажу, что вот по-настоящему научных, четких данных о том, что считать нормальной микрофлорой или биофлорой пешечника, нет таких данных. Поэтому именно эту часть, вот именно эту категорию зрителей, очень, вот на них очень хорошо действует реклама всяких продуктов, спре и пробиотиками. А также обязательно глотание линекса или других биопрепаратов во время лечения антибиотиками. Это спорный момент. Тем не менее, когда дело касается конкретно одного человека, то использование растворимых фракций клетчатки, ну, то есть вот та клетчатка, которая находится в семенах, и она может растворяться, может не растворяться. Вот если человек употребляет чисто растворимую клетчатку дополнительно к пище, это приводит не только к уменьшению явно патогенных представителей микробиоты, опять же говорю слишком умным языком, давайте будем говорить проще. Употребляя эту клетчатку в нашем животике становится меньше гадких ядовитых микробов, а становится больше полезных помощников. На всякий случай я напомню для нас, для всех, что у нас в животе очень много микроорганизмов, а по весу это несколько килограмм, два, три, три с половиной килограмма только одних бактерий. А еще на нашей коже. И да, в составе семян льна огромное количество альфа-линоленовой кислоты, которую многие употребляют, покупают дорогущие препараты. Это та самая омега-3. И в одном из исследований точно и достоверно доказано, что благодаря этой омега-3 ненасыщенной кислоте при употреблении семян льна улучшается состояние кожи по многим параметрам, и особенно у людей пенсионного возраста. Ну, какие это параметры? Снижается чувствительность к различным раздражителям, помните вот это покраснение, а потом шелушение. Повышается барьерность для воды. Вода лучше задерживается в коже, не давая ей иссыхать и образовывать микротрещинкой, а это на минуточку ворота для различных инфекций. Кстати, попрошу не путать вот эту барьерную функцию задерживания влаги в поверхностных слоях нашей кожи и отеки той самой кожи, которую многие боятся. Бывают и несогласованные исследования. Допустим, в некоторых статьях говорится о хороших результатах в лечении диабета. Но и есть статьи, где не доказали роль семян льна в снижении инсулинорезистентности или вообще хоть о каком-то значимом эффекте для людей, страдающих диабетом. Поэтому этот эффект мы опускаем. А знаете, что самое крутое? В действии семян льна, в научно доказанном действии, причем во множестве различных статей. Конечно же, это противоопухолевый эффект. А теперь загибайте пальцы. Доказано, достоверно, противоопухолевое действие семян при раке груди, кожи, прямой кишки, легких, простаты и много еще других тканей. Больше у меня просто не хватило времени для верификации статей. Их очень много. Но что же в этих семенах делает их такими полезными? Ведь не само по себе семя убивает раковые клетки или же не дает возникнуть повторному заболеванию после операции по лечению или удалению рака груди. А такой результат зафиксирован. Систематический обзор 10 исследований на людях позволил сделать вывод о том, что льняное семя снижает вероятность образования опухоли молочной железы, снижает скорость развития ее при наличии, а также риск рецидива после лечения. Противоопухолевый эффект присвоил себе очень важный компонент семян льна, вернее группа компонентов под общим названием лигнаны и его частный представитель лигнан. Конечно, дотошный зритель может почитать что-нибудь об этом соединении и увидит, что сам по себе лигнан не имеет возможности даже всасываться в кишечнике. Однако у нас там целая армия помощников, о которой я уже говорил, микрофлора. Она переваривает его немножко и он поступает в измененном же виде в кровь, делая чудесные свои дела. Дело в том, что по сути своего действия он напоминает чем-то даже женские гормоны. Это такого рода фитоэстроген. И именно этими своими характеристиками он и блещет в наших организмах. И да, рак простаты он тоже ослабляет и даже лечит. Еще одно научно доказанное свойство семян льна, из-за чего он используется в клиниках по всему миру, это профилактика сердечных заболеваний. А все почему? Потому что содержание в семенах растительной все той же омега-3, ненасыщенной кислоты просто огромное. Буквально как в препаратах этой самой жирной кислоты. Столовая ложка цельного льняного семени содержит больше 2 граммов, а это больше, чем требуется большинству взрослых каждый день. По существующим нормативам для взрослого от 1 до 1,5 граммов в день. Доказано минимально 10% снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. А это, конечно же, достойный результат для несинтетического продукта природного происхождения. Достоверно доказано, что у людей пенсионного возраста на фоне приема различных лекарств появляются сбои в пищеварении. Они приводят к запорам, а семена льна, назначаемые во время терапии, успешно справляются с этим, облегчая самочувствие пациентов. Ну и, конечно, практически полное отсутствие противопоказаний. Конечно же, много статей по эффекту снижения уровня холестерина в крови, как общего, так и в составе липопротеинов низкой плотности. Но я нашел ряд статей, где этот эффект подвергается критике. Высказывается сомнение в доказанности, поэтому этот момент я тоже опущу. Ну и к тому же я, как и каждый биолог, считаю, что нету плохого или хорошего холестерина. Он всегда хорош и он всегда нужен нашему организму. Вопрос только в нашем здоровье. Есть здоровье хорошее и не очень. Я уже сказал, в принципе, о способах использования семян. Их употребляют как цельными, с чем-то, естественно, когда лениво что-то делать. Можно и настаивать в воде, допустим, на ночь замочить ту же столовую ложечку, а на утро семена становятся такими осклизлыми и легко проглатываются. Но и дураку, в принципе, понятно, что они в большей степени подойдут нам, если будут перемолотые. Иначе через ЖКТ они проходят практически ничего не отдав хорошего нам. Но вот если у вас есть ступка или тем более мельничка или кофемолка, то не проходите мимо этого природного лекарства, за рекламу которого, надеюсь, вы меня не упрекнете. Молотые семена можно добавлять вообще куда угодно и уж точно в любую выпечку от блинов до тортиков. Семена льна добавляют пикантный ореховый вкус. Плюс, да вообще в любые каши, паштеты, колбасы домашнего приготовления, вторые блюда, в качестве ингредиента для соусов, заправок или просто в качестве украшения, посыпки блюд. Посмотрите, какие они блестящие и красивые, как глазированные. Ну а что более конкретно входит в состав? Да, мало того, что калорийность этих семян относительно невелика, потому что на 100 грамм 37 килокалорий это немного. Туда входят белки, довольно приличное количество, от 1 до 2 процентов. Жиров, много мононенасыщенных, полиненасыщенных. Я уже говорил про клетчатку, а также кальций, калий, фосфор. И это только те, которые находятся в больших, практически терапевтических, лечебных количествах. Есть только один момент, который может добавить маленькую ложку меда вместо большой ложки меда. Именно большое содержание альфа-линоленовой кислоты, той самой омега-3, приводит к ее быстрому прогорканию. Она способна легко окисляться кислородом воздуха, поэтому может появляться при долгом хранении такой прогорклый запах. Поэтому не рекомендуется хранить долго перемолотые семена. А вообще семена льна храните лучше в темной посуде и в прохладном месте. Вот примерно как-то так. Учитесь у природы. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, чтобы мы знали о вашем интересе к теме здоровья на нашем канале. И предлагаю вам самим спросить, что интересно вам, какие процессы объяснить, какие стороны нашего здоровья осветить так, чтобы никто не мог потом вам навешать мозгов на уши, запудрить дорогим лечением, вытянуть из вас последние деньги и так и не вылечив. С вами был Сергей Жордецкий, биолог-генетик на канале Процветок, теперь еще и про здоровье. Будьте здоровы и процветания вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!